Вот, дорогие земляки, я стою на перекрестке Арказиева-Талеби, а бывшая это Мерсояна Коммунистическая. Вот это вот магазин Чайка, всем известный. Здесь вот сейчас большие были перестройки, реконструкции. И вот сейчас там вот дорога к зеленому бывшему Крыму, там она перекрыта, там сейчас как бы Арбат такой, аллея без движения, там перекрыт транспорт. Я снимал там, увидел. Это вот сама промышленная вот эта. Откази ее сейчас по-новому названию. А здесь вот, сейчас мы видим здесь новую вот такую вот, тоже построили аллею. Она тянется от улицы до самого кошкомбината. До самого кошкомбината. Такие вот преобразования. Я хотел с вами пройтись, как я уже проходил по той аллее, и теперь вот здесь хочу пройтись. Ночью здесь вот эти все светятся. Это вот решеточки, которые здесь вот. Там лампочки эти, светильники. Вот здесь, правда, еще не до конца. Тут еще должен быть фонтан построен. Но уже сейчас видно, как это все тут будет до конца, если обустроено. Ну, я вон там в своем семействе между супруга, так же, сноха и внуки. И, пользуясь случаем, думаю, я тут сниму. Ну, вот видите, как вот Замбул, нынешний Тарас, преобразовывается с каждым разом. С каждым, как говорится, годом что-то новое. Раньше, вот эта вот аллея была Аллея Победы. Это было в 2015 году. К 70-летию. К 70-летию организовывали. Здесь вот эту аллею. Где вон там он, ближе туда, вот к улице Мира, ближе к Аш-Комбинату, там Вечный Огонь. И тогда раньше стоял, в Советском Союзе, Вечный Огонь. Потом его сменили на другой Вечный Огонь. Это было в 2015 году. И сейчас, уже к 75-летию этого, его уже нет, его уже убрали. Ну, ближе подойдем, я вам расскажу. Здесь вот такие вот беседки сделали. Построили. А вот магазин. Раньше, кто тут жил, наверное, помнится. Вот эти вот продуктовые бумаги. Вот это каблучок там, он был 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 был, помышленные товары. Сейчас там, видать, это для новобрачных. Они на улице. Платье невесы. Свадебные платья. Вот как все построили. Детки тут просто раздолят для детей. Это просто замечательно. Таких уже в городе мест уже несколько. Набережная есть, вот, может быть. Третье у них район, напротив, напротив кинотеатра России. Вот, вот, на реке там, в Карасу. Также вот, вот эта вот аллея, на бывшем зеленом базаре. Участок от памятника до улицы Промысле. И вот здесь вот. Хорошие сделали здесь перилки. Но, к сожалению, речка не так хорошо почистила. А может, уже почистили, сейчас уже ее замесили. Время вечернее. Немножко, может быть, цвета могут быть сероват. Вот такого оттенка. Красочности такой, может быть, не будет. Ну, скоро, возможно, все вместе будет. Вот это вот все, эти вот птички. Их включить. И они будут освещены. Будет очень красиво. Если мы захватим это время, то нам, вот, на обратном пути запечатлёт. А сейчас я пока светло, вот хочу, без освещения, если что здесь, такая обиденность. Немножко дождичек моросит. Ну, погода сейчас в августе, жарко днем. 30 градусов, 31. И сегодня пасма, немножко дождичек даже пошел, облачно. Коптем от магазин тоже, помните, наверное. А тут, наверное, каблучок, который у нас прошли. Название оставили. И раньше он был продуктовый. Вот флаг тут с такими вот насетками. Тканевые висюльки висят под вид флага сделали Казахстана. От крыши флага Казахстана мы с вами здесь гуляем. Креативно придумали, прослёпывали. Там он сидят. Жилые люди, молодые здесь. Отдыхают. Я вообще-то отсутствовал. Находился в Алма-Ате. И поэтому съемки Джамбула у меня прекратились на некоторое время. Дорогие подписчики, я тоже очень рад, что вы ждете, наблюдаете за изменениями нашего города. И хотите увидеть, какой он сейчас, вспоминайте так себе прошлого. Поэтому я стараюсь, прежде всего, для вас, чтобы вы могли порадоваться. Я сам радуюсь, потому что живу в этом городе, в прекрасном Таразе. И хочется этой радостью почаще делиться. Ну, не всегда это удается, чтобы регулярно, как-то, может быть, каждый день, может быть, даже каждый день. Не всегда выходит. Вот здесь вот игрушки продаются. Вкусненькое что-нибудь для детей. И вот мы подходим с вами. Я вам повторяю, что уже несколько раз я здесь проходил. В разное время. Помню, я снимал, когда прежний у нас был Вечный Огонь. Потом уже новый Вечный Огонь. В 2015 году. Ну, и вот сейчас, я весной сюда приходил, тут огонь был потушен, и ничего тут не было. Все уже было к разрушению. А вот теперь разрушены. Снесли, и теперь новое поставили. Такой вот стыл с Орлом. Вон там вдали виден это высшее здание, бывший окошкомбинат. Хотя там какой-то цех работает, я слышал. Обувь шьют по заказу. Вот это вот долгострой, помните, был. Не столько долгострой, сколько здание было. Еще в советское время, с давних времен. Претерпела пожар в самом начале строительства. Потом очень долго оно было близко к развалию. Но кто-то взялся, видать, и остановил это здание. Теперь торговый комплекс до сна. Вон там видна смотровая башня, которая на зеленом месте зеленого рынка. Вон там виден смотровую башню. Там располагается столь культурный центр Древнего Тараса. И вот сумерки все сгущаются, как говорится. Все темнее, темнее становится. Вот здесь был вечный огонь на этом месте. Сейчас мы видим с вами вот такую вот величественную архитектурную колонну. Вот, тоже еще, видать, незаконченная она в стадии, видите, здесь еще, там заготовки сделаны для каких-то еще панелей. Сюда и орнаменты какие-то прикрепить. Когда это все основательно построить, а потом еще тоже сюда прийти. Сейчас, пользуясь случаем, что вот с семьей вышли погуляться, я вот решил эту стадию снять. Как это делаю в других, так же, в новых объектах. Так же и здесь я стараюсь не пропустить. Как говорится, мы стали до, потом в начале строительства, потом в середине, и вот уже завершение. Вот такая вот арка. Вот такие вот архитектуры. Отсюда тоже с ним. Отсюда с ним. Вот такие вот тут колонны. А вон поштрубы видно. И вот мы подошли с вами к улице Мира. К улице Мира. А это вот, видите, здание. Это вот на территории кошкомбината. Видите, как его тоже пристроили. Строили его, оформили. Это тоже торговый. Точка еще одна у нас, здесь. Торговый центр. И там он еще. Мы с вами видим. Повторяю, это бывшее здание кошкомбината. Тут остановка. Придели здесь. В прямом пору было, помните, но он очень много земли. Сейчас вот дорогочипы спилили, вот они все и легкие шарообразные выдают. И вот с этой стороны вот так смотрится вся архитектурная композиция. Ну вот мы с вами прошлись, дорогие друзья. Сейчас уже вечер, здесь рабочий день закончился. Как-нибудь я рабочий день сюда приду и посмотрю, это еще съемки сделает. Это будет в том случае, когда вот это полностью завершат строительство этого конкурса. еще открытия его не было. Ну вот так, дорогие друзья. На этом я пока заканчиваю. Всего вам доброго, до следующих встреч с новыми съемками особо любимого города.